Пробиотики это живые микроорганизмы, которые при введении в достаточном количестве приносят пользу человеку. Они взаимодействуют с симбиотическими и патогенными микроорганизмами, влияют на иммунные механизмы слизистой оболочки, взаимодействуют с клетками человека посредством химических сигналов, а также вырабатывают метаболиты, такие как витамины, бактериоцины, короткоцепочные жирные кислоты, экзополицахариды и другие полезные вещества. Пребиотики это субстраты своего рода пищи для бактерий. Это такие вещества, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта человека, но ферментируются микробиоты толстого кишечника, стимулируя ее рост и жизнедеятельность. Тем самым достигается благоприятный эффект для организма человека. И пребиотики это чаще всего пищевые волокна, которые в большом количестве содержатся в овощах, фруктах и бобовых. Нельзя сказать, что лучше, потому что это разные вещи. Пробиотики это живые бактерии, а пребиотики это питательные вещества для пробиотиков. И что будет лучше зависит от того, что необходимо человеку. Получить определенный положительный эффект от конкретного штамма пробиотиков, либо стимулировать рост и развитие собственной микрофлоры. И чтобы достичь лучшего эффекта, часто применяют пробиотики и пребиотики вместе. Такой комплекс называется синбиотик. Часть пробиотиков заселяют наш кишечник, другая часть являются временными. Они попадают в кишечник, начинают там расти, размножаться, питаются субстратом и выделяют полезные метаболиты для нашего организма, стимулируют нашу собственную микробиоту или микрофлору и подавляют патогены. Часть бактерий может погибнуть в кислой среде желудка. И в компании ArtLife разработали технологию микрокапсулирования живых бактерий, целью которой является сохранение и доставка без потерь пробиотиков в кишечник. Как работает эта технология? Бактерии заключаются в защитную оболочку, благодаря которой достигается высокая жизнеспособность бактерий в агрессивной среде желудка. И таким образом пробиотики могут благополучно достигнуть кишечника в большом количестве. Когда мы говорим про что-то живое, мы подразумеваем, что это живое растет, размножается, чем-то питается и выделяет продукты своей жизнедеятельности. Однако в случае микроорганизмов мы можем разделить этот процесс на жизнь и метаболическую активность. И ученые подбирают такие условия и манипулируют этими условиями, при которых бактерии переводятся в состояние, при которых они остаются живыми, но прекращают свой рост, так называемый режим ожидания. И это достигается благодаря технологии сублимационной сушки или лиофилизации, при которой большая часть воды вокруг и внутри бактерий удаляется, бактерия остается живой, но полностью прекращает свою активность. Достигая кишечника, бактерии попадают в условия, при которых они обеспечиваются водой, необходимой температурой, питательными веществами и кислотностью. И они начинают активно расти, размножаться, выделять полезные для организма метаболиты. На сегодняшний день это активная область исследования. И все больше публикуется научных данных о том, что прием пробиотиков благоприятно влияет на мозг и психическое состояние человека. Ученые считают, что это происходит из-за того, что некоторые штаммы пробиотиков вырабатывают либо стимулируют нашу микрофлору на выработку нейрохимических веществ, таких как окситоцин, серотонин, дофамин, гамма-аминомасляная кислота, норадреналин и другие. По результатам большого клинического исследования был сделан вывод, что у пациентов с большим депрессивным расстройством после приема пробиотиков был положительный эффект и улучшение симптомов депрессии. И ученые продолжают дальше исследования в этой области и изучают, как пробиотики влияют на мозг и психическое состояние как здоровых, так и больных людей.